В студии телеканала Север Иван Никонов, здравствуйте! В эфире программа «Законодатели», программа о тех, кто принимает значимые решения для социально-экономического развития Ненинского округа. И повышение уровня жизни населения региона на федеральном, региональном и местном уровне. Сегодня в выпуске. В Москве состоялось первое пленарное заседание Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва. Участие в заседании приняли избранные депутаты Госдумы от Ненинского округа Сергей Коткин и Михаил Кисляков. Председатель собрания депутатов Ненинского округа принял участие в парламентских слушаниях по федеральному бюджету на 2022 год и плановый период. Впервые слушания по бюджету прошли в Совете Федерации с участием представителей субъектов. Региональную тарифную политику обсудили депутаты с представителями профильных ведомств на заседании постоянной парламентской комиссии в собрании депутатов Ненинского округа. Первое пленарное заседание Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва состоялось в Москве. Участие в нем приняли сразу два депутата от Ненинского округа Сергей Коткин и Михаил Кисляков. Первое пленарное заседание новой Госдумы было посвящено решению организационных и кадровых вопросов. 17 из 32 комитетов 8-го созыва, в 7-м их было 26, возглавили единороссы. Они сохранили за собой ключевые комитеты по законодательству, бюджету, безопасности, информационной политике, забрали у «Справедливой России за правду» комитет по ЖКХ. Депутат Сергей Коткин, ранее принимавший участие в работе Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, в новом созыве будет работать в другом комитете. Меня попросили войти в комитет по международным делам, вплотную заняться именно международными делами, особенно в арктических регионах. Хотя я написал заявление и просил меня в наш профильный комитет по Дальнему Востоку Арктики, он сейчас выделен в отдельный комитет, уже нет региональной политики. Тем не менее, это ни в коей мере не ограничивает мои возможности и работы в комитете по Арктике. Еще один депутат, который будет в восьмом созыве представлять интересы жителей нашего региона – Михаил Кисляков. Он вошел в состав Комитета по региональной политике и вопросам местного самоуправления. Комитет решает вопросы, касающиеся, в первую очередь, местного самоуправления. Вот у нас принят закон по муниципальным отругам в северных территориях. Уже идет реализация этого проекта. То, что касается региональной политики, это вопросы, связанные с регионами, в первую очередь. Это немаловажно. В комитете есть представители практически всей России, но нет северов. И очень хорошо, что я сейчас представляю именно север, наш регион северный. Вот это арктическая зона. Работа депутатов Государственной Думы от Ненецкого округа началась. И уже в конце месяца оба они планируют встретиться со своими избирателями в Ненецком округе в ходе традиционной региональной парламентской недели. Завтра у нас пленарное заседание. Завтра уже заседание Комитета по международным делам. Будем распределять полномочия между членами Комитета уже непосредственно именно в этом направлении. Через неделю, у нас первая региональная неделя, у меня уже много людей записалось на прием в округе, поэтому работы много. Ну, в первую очередь, я бы хотел сделать те дела, которые я начал еще депутатам Арктического областного собрания. Это касается правил охоты, это касается правил рыболовства на северном бассейне. Это необходимо заделать. Ну и у нас региональная неделя будет один раз в месяц. Как правило, это последняя неделя месяца. Вот я буду на январе первого по седьмой на январе. Сейчас уже очень многие люди звонят, и это в первую очередь ковидная поведка. Это связано и с заболеваниями, у нас ряд национальных пунктов закрыто. Коммуникация необходима между людьми и международной власти. Напомню, выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в России с 17 по 19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет по смешанной системе. 225 депутатов по партийным спискам, 225 по одномандатным округам. В Совете Федерации обсудили параметры проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Парламентские слушания по этому вопросу провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По сути, это первое публичное обсуждение бюджета с участием представителей субъектов федерации, что придает ему особое значение, отметила в начале заседания Валентина Матвиенко. Участие в слушаниях принял председатель собраний депутатов от Ненинского округа Александр Лутовинов. Еще в весеннюю сессию Совет Федерации подготовил и направил в правительство Российской Федерации предложение по концепции федерального бюджета на 2022 год и на плановый период. Это касается прежде всего финансирования объектов культуры и образования, программ развития Дальнего Востока, Северного Кавказа, Арктики, сферы детского здравоохранения. В настоящее время парламентарии продолжают работу с правительством по доработке проекта бюджета и уже готовят поправки ко второму чтению, среди которых финансирование мероприятий по повышению доступности воздушных перевозок для граждан, развитие автодорог в регионах, обеспечение жильем инвалидов, детей-сирот. Рассматриваются также вопросы об увеличении ассигнований на устранение цифрового неравенства в субъектах Федерации, обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в арктической зоне, поддержку коренных малочисленных народов, строительство объектов здравоохранения, образования, культуры в тех регионах, где в этом есть острая необходимость. С основным докладом на парламентских слушаниях выступил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Он проинформировал об основных целях и задачах бюджетной и налоговой политики, структурных приоритетах бюджета. В ходе обсуждения выступили главы субъектов Российской Федерации, которые остановились на актуальных вопросах региональных бюджетов. Я бы подчеркнул этот момент и сказал бы, что в большинстве выступлений проблемы как для регионов всей страны, так же и для нас в отдельности, эти проблемы являются типичными. В то же время у каждого региона есть свои особенности, но в основном речь идет о нехватке финансирования инфраструктуры. Приоритетной задачей остается социальная поддержка граждан, она с каждым годом увеличивается, вместе с тем необходимы дополнительные средства для развития субъектов. В нашем округе необходимо строительство первоочередных объектов, это пристройка к главному корпусу окружной больницы, инфекционного отделения, школы в поселке Искателей, это строительство фоков и других объектов. Необходимо комплексное развитие сельских территорий на территорию округа. Это проблемы и центрального водоснабжения, это проблемы коммунальной инфраструктуры, которая также находится в проблеме, и она нуждается в модернизации. Вопросов, конечно, много. Стоит отметить, что это дорогостоящие проекты, которые будут сложно реализовывать только за счет нашего регионального бюджета. Также на слушаниях в российском парламенте речь шла о предоставлении регионам инфраструктурных кредитов. Это отдельная тема, и для нас она тоже чрезвычайно важна. У нас есть, конечно, сопутствующие сложности в реализации данного направления, потому что количество инвесторов у нас весьма ограничено. Нам необходимо включиться в том числе все-таки в эту работу, готовить инвестпроекты, выходить с предложениями на федеральный уровень. В целом представителям субъектов Российской Федерации было важно услышать, что те проблемы и предложения, которые озвучили регионы на слушаниях, будут учтены в итоговых рекомендациях Совета Федерации правительства. В том числе и наши. Здесь возникает вопрос, а какие наши действия и какие наши возможности. Я считаю, вот передо мной есть документ, который датирован 2020 годом. Это государственная поддержка социально-экономического развития Нейско-автономного округа, который был подготовлен ко дням слушаний Нейско-автономного округа Совета Федерации в 2020 году. Я считаю, что это очень важный документ. Он может рассматриваться как базовый, потому что в нем определены 22 объекта, которые возможны к строительству. И, соответственно, они получают государственную поддержку, в том числе и софинансирован для того, чтобы мы могли реализовывать эти проекты. Мы уже реализуем эти проекты, поэтому здесь очень важно, чтобы мы обязательно старались выполнить в полном объеме все заявленные объекты и обязательства. И здесь вопросы непосредственно к нам. Чем лучше мы будем документы готовить по этим объектам, значит, они будут приняты тогда в Советах Федерации и, соответственно, получат поддержку. В реализации мероприятий на территории Нейско-автономного округа при финансовой поддержке из федерального бюджета важную роль должны играть и представители региона, в федеральном собрании, депутаты Государственной Думы и сенаторы. Речь вот о федеральном уровне, о федеральных программах. Те, которые мы реализуем и в рамках национальных проектов, и те, которые мы реализуем в рамках 47-го постановления о государственной поддержке тех мероприятий, которые мы с вами заявили. Поэтому я считаю, что вот этими возможностями надо пользоваться в полной мере. В собрании депутатов рассмотрели тарифы на коммунальные услуги и энергоресурсы в Ненинском округе. Вопрос обсудили на заседании комиссии по экономической политике и бюджету под председательством Натальи Кордаковой. Перерассмотрение проекта окружного бюджета на площадке собраний депутатов в рамках постоянной парламентской комиссии запланировано проведение заседаний по отдельным вопросам, в их числе субсидии юрлицам, строительство социальных объектов, обеспечение чистой водой, авиаперевозки по межмуниципальным и межрегиональным рейсам. На одном из заседаний речь шла об обеспечении доступности коммунальных услуг, предоставляемых ресурсоснабжающими организациями. В начале заседания председатель комиссии Наталья Кордакова напомнила, что с середины октября депутатский корпус приступит к рассмотрению проекта бюджета на ближайшие три года, а финансирование Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта зависит качество жизни жителей региона, так как в полномочиях данного департамента находятся все услуги по жизнеобеспечению. На подпрограмму обеспечения доступности коммунальных услуг в 2021 году заложено 1 миллиард 400 миллионов рублей, требуется еще порядка 200 миллионов. Суммы значительные, необходимо информировать население о себестоимости услуг, о тарифах, которые оплачивают население, сколько выплачивается из окружного бюджета ресурсоснабжающим организациям в целях доступности коммунальных услуг жителям, проживающим на Крайнем Севере, обратил внимание депутат. Ну, очень важно, чтобы люди у нас обеспечены были в условиях Крайнего Севера, значит, электроэнергией, теплом. Органами власти создаются все условия для того, чтобы были качественно предоставлены данные услуги, ведь у нас площадь Ненецкого автономного округа 176 тысяч квадратных километров, да, населенные пункты разбросаны, и невозможно по сети передавать, например, электроэнергию. В целом, для того, чтобы были качественно предоставлены услуги коммунальные, у нас в бюджете предусмотрено ежегодно практически миллиард 600. Из миллиарда 600 87% это для жителей села, то есть это субсидии на электроэнергию, и жители у нас оплачивают всего 10% от стоимости. В среднем стоимость электроэнергии в сельских населенных пунктах составляет где-то более 47 рублей за киловатт, это в среднем. То есть вот 47 рублей за киловатт, конечно, население не платит, у нас 3 с небольшим. В том числе предоставляются субсидии для малого и среднего бизнеса, для сельхозпроизводителей, это очень важно. Дальше по теплу также всего лишь оплачивают население у нас на селе 20%, то есть от 10 до 20% у нас в целом оплачивают за коммунальные услуги жителей села, остальное все ложится на бюджет, потому что ресурсоснабжающие предприятия также должны каким-то образом оплачивать и заработную плату своим работникам. Поэтому, да, такая мера поддержки существует. По городу у нас электроэнергия чуть подороже, но также для того, чтобы электростанция наша существовала, вернее, осуществляла функции для того, чтобы оплачивать заработную плату, это практически градообразующие организации, в бюджете предусмотрены эти средства. На заседании комиссии начальник управления по государственному регулированию цен тарифов округа Сергей Андрианов отметил, что тарифы на коммунальные ресурсы, в отличие от жилищных услуг, оказываемых управляющими компаниями, являются регулируемыми. Согласно статье 157 ЖК РФ, не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных максимальных индексов изменения указанной платы, пояснил Андрианов. Правительство ежегодно до расчета тарифов определяет максимальный индекс увеличения тарифов. На текущий 2021 год для Нинецкого округа он утвержден в размере 3,8%. Предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям действуют в размере 2,4%. На следующий год предполагается сохранение указанных индексов. Тарифы на коммунальные услуги для населения утверждаются с учетом данных ограничений по росту. Руководитель профильного ведомства подчеркнул, что рост тарифов для населения законодательно ограничен. Вместе с этим стоимость производства коммунальных услуг существенно растет. Обгоняя общую статистическую инфляцию, растет в цене топлива, материалы ужесточаются требованию к качеству услуг. Выручка от оказания коммунальных услуг населению не компенсирует всех необходимых расходов. Соблюдение предельных индексов платы граждан за коммунальные услуги требует существенных расходов окружного бюджета, рассказал руководитель ведомства. Например, на селе все тарифы сервисов в сфере теплоснабжения льготные субсидируются из окружного бюджета. Тарифы утверждены в размере населения пунктов от 1300 до 1470 рублей за 1 гигакалорий. Реальная стоимость производства топливной энергии составляет более 16 тысяч рублей. Доля оплаты данной услуги населением составляет менее 10%. По словам исполняющего обязанности руководителя Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Павла Масюкова, на одного жителя села из окружного бюджета на предоставление субсидий предусмотрено 10 тысяч рублей в месяц. На сегодняшний день уже предоставлено более 1 миллиарда рублей на регулируемые тарифы, из которых 670 миллионов рублей на электроэнергию. По мнению Сергея Андрианова, несмотря на расходы окружного бюджета, более миллиарда рублей на субсидирование тарифов в коммунальные услуги продолжают оставаться существенной статьей расходов бюджета каждой семьи. Наша общая задача – остановить рост тарифов и субсидий. Одних мер регулирования здесь недостаточно. «Необходим комплексный подход, новые технологические решения, а также нормативные и управленческие решения», – отметил руководитель ведомства. С ним согласны и депутаты окружного собрания. Вице-спикер Матвеич Упроф обратил внимание руководство Заполярного района на вывоз ТКО из сел в Ныринмар. Год назад при принятии бюджета на 2021 год шло острое обсуждение тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов из сел округа. Было обещано опробовать мусоросжигающую установку в НИСИ и в случае положительного результата распространить этот опыт во всех крупных селах, что позволит значительно сократить расходы на транспортировку мусора. «В этом году, – отметил вице-спикер, – мы снова предусматриваем огромные средства на ТКО. Хотя эти десятки миллионов можно было бы потратить на другие важные направления. Необходимо в корне менять подход». Депутат Александр Чурсанов, в свою очередь, предложил рассмотреть вопрос о сортировке мусора. Возможно, объем мусора будет меньше, соответственно, и расходы снизятся. Заместитель председателя окружного собрания Максим Арбузов считает необходимым возобновить работу с федеральным центром по изменению сроков вывоза ТКО не раз в 11 месяцев, а реже, что тоже значительно уменьшит затраты окружного бюджета. «С прошлого года у нас в бюджете предусматриваются средства на вывоз отходов сельских населенных пунктов. Да, существует программа, и мы обязаны ее исполнять, поэтому весь мусор, все отходы мы вывозим с сельских населенных пунктов. Может это звучать дико, но, тем не менее, с каждого населенного пункта это все привозится в город. А для того, чтобы вывезти этот мусор, необходимо иметь лицензии. И перевозить на этих судах больше ничего нельзя, кроме как мусора. Поэтому, конечно, это очень большие суммы. И депутаты ставят вопрос о том, чтобы не были приобретены какие-то сжигающие оборудования, чтобы не вывозить в полном объеме. Но, тем не менее, пока одна установка у нас устанавливается в НИСИ, но мы надеемся, что все-таки Заполярный район вместе с департаментом нашим ЖКХ проработает вопрос. И для того, чтобы снизить вот эту стоимость по перевозу, это, конечно, очень большие цифры. Собрание депутатов по итогам заседания комиссии по экономической политике и бюджету рекомендовало Департаменту строительства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Нининского округа совместно с администрациями города и Заполярного района разработать комплекс мероприятий по снижению себестоимости коммунальных услуг. 27 лучших студентов Нининского округа удостоены именной стипендии сенатора Дениса Гусева. Торжественное мероприятие для учащихся в учреждении среднего профессионального образования состоялось во Дворце культуры Арктика. По словам учредителя именных стипендий, проект пилотный, но не исключено, что подобные поощрения станут доброй традицией в регионе, и к ней подключатся и другие представители власти. За звание лучшего и право получить именную стипендию сенатора студенты боролись в трех номинациях. Традиционно основная из них – за достижения в учебе. Победителями стали Арина Канева, Алексей Митрофанов и Дмитрий Хатанзейский. Да, они довольно сильно поддерживают, даже, например, получаешь коллежную стипендию по учебе, плюс такие стипендии, и у тебя такой заработок получается, накопление, но это помогает. Еще одна номинация за активную общественную деятельность. Лучшими общественниками жюри признала Вадима Безверхова, Павла Мигунова и Марину Беркулеву. Это хорошо поощряет людей, которые чем-то выделяются, что-то делают. А вот твоя социальная работа, что ты делаешь? Я волонтер, я в своем колледже, во всяких объединениях, клубах, в конкурсах творческих. Я художница. За достижения в спорте стипендии сенатора отмечены Сергей Гмырин, Егор Лузгин и Василий Тайбарей. Остальные студенты, принимавшие участие в конкурсе, удостоены вторых и третьих мест. Надо отметить, что по условиям конкурса номинантов выбирали студенческие коллективы и преподаватели учебных заведений. Я думаю, что вот такая инициатива сенатора, она, наверное, должна быть поддержана и может быть расширена. Может быть расширена и для студентов, для где-то творческих школьников, может она быть для педагогов, для врачей, для медсестер. Именные разовые стипендии назначаются по итогам учебного семестра в период с 1 сентября по 31 декабря и с 12 января по 30 июня. В 2020-2021 учебном году учреждены 9 именных разовых стипендий в каждом учебном заведении в размере 3000, 2000 и 1000 рублей каждая. Выплаты производятся за счет личных средств сенатора Дениса Гусева. Я надеюсь, что мои коллеги, депутаты, сенаторы поддержат эту инициативу. У нас много школ, можно еще увеличить количество подобных мероприятий, прежде всего, которые являются целью выявить, конечно, лучших. Но самая важная цель – это то, что сделать ориентир, чтобы те учащиеся ребята, которые учатся у нас в наших учебных заведениях, они активно включились в учебную, в общественную работу. Отметим, что при поддержке губернатора региона 10 июня 2021 года между сенатором Денисом Гусевым и директором учебных заведений Ненинского округа было подписано соглашение о конкурсе именных стипендий сенатора для учащихся Ненинского профессионального училища, Ненинского аграрно-экономического техникума имени Волкова и Наринмарского социально-гуманитарного колледжа имени Волучейского. 14 октября – день официальных символов Ненинского автономного округа. Региональная дата была установлена в июне 2019 года и отмечается ежегодно в этот день. К основным государственным символам на уровне субъектов относятся герб, флаг и гимн. Региональная символика имеет свою историю и, как правило, отражает исторические и культурные особенности развития того или иного региона страны. Первым был принят закон о флаге Ненинского автономного округа в 2003 году. В 2007 году узаконен герб региона. Гимн утвержден в 2008 году. Герб Ненинского автономного округа символизирует государственный правовой статус субъекта Российской Федерации и отражает самобытность и традиции Ненинского округа. Автором герба является Роман Хурда. Использование в гербе трех цветов – серебряного, зеленого и лазурного – символизирует гармонию трех стихий – небо, серебро, земли – зеленой, воды – лазурной. Серебро символизирует благородство, откровенность, правдивость. В национальной символике серебро также обозначает север, чистоту, искренность и снег. Зеленый цвет обозначает летнюю тундру. Этот цвет является символом надежды, изобилия и свободы. Лазурный – синий-голубой. Цвет символизирует реку Печору, которую, по старинным поверьям народов, проживающих по ее берегам, соединяет мир живых и предков – прошлое и будущее. Орнамент выполнен в виде Ненинского узора, отображающего характерные особенности традиционного образа жизни местного населения. В центре герба помещено изображение пламени. Серебряное пламя в синем круге символизирует огонь и природные богатства округа – нефть и газ. Золотая земельная корона обозначает государственный статус Ненинского автономного округа, как субъект Российской Федерации. Орденские ленты, украшающие гербовый щит, показывают заслуги округа, отмеченные Орденом Трудового Красного Знамени 1971 года и Орденом Дружбы Народов 1972 года. Описание флага округа и порядок его официального использования определены окружным законом от 3 октября 2003 года. Полотнище флага состоит из широкой белой и узкой синей орнаментированной и зеленой полос. Граница синей полосы выполнена в виде традиционного Ненинского узора – руга оленя – хор Ламбей. Белый цвет на флаге символизирует чистоту, честность и благородство. Синий цвет обозначает верность, красоту и великодушие. Зеленый – надежду, природные изобилия и радость. Гимн Ненинского автономного округа утвержден 23 апреля 2008 года. Конкурс на создание гимна был объявлен в начале 2006 года. Первый этап выбора текста завершился в мае 2006. Лучшим вариантом стихотворного произведения были признаны стихи ненинской поэтессы Инги Артеевой. Композитором гимна стала Татьяна Артемьева, концертмейстер детской школы искусств Гордон Ридмара. Гимном России и гимном Ненинского автономного округа депутаты регионального парламента открывают и завершают заседание своих сессий. Гимн Ненинского автономного округа утвержден 23 апреля 2008 года. Гимн Ненинского автономного округа утвержден 23 апреля 2008 года. 15 июля 2015 года гимн Ненинского автономного округа впервые прозвучал на ненецком языке. Это был очередной выпуск программы «Законодатели». До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok